Я не знаю, его не было, в общем, на поляне. Потом я его с утра видела, он уже дрыхнул в мужской своей спальне. И на этом все, и мы больше с ним никак не пересекались. Просто вчера ситуация поднялась очень... Как бы я на эмоциях это все рассказала, понимаешь? Какие-то наши личные моменты, которые его очень сильно задели, которые ему очень не понравились. Слушай, он мне звонил вчера вечером, я же обратился у ведущих, я ездил там в Домодетово, мне нужно было по Дому решить вопрос, да? Я же сорвался вчера, вот. И по бумажкам там все мотать. И он мне звонил, и ему не понравилась тема, что ты якобы сказала при всех, что он кончил себя. Ты могла сказать такому, что он, что вы спали и занимались волшебством, и он, как бы, ну, понимаешь, закончил туда. Ну, подожди, вот, хорошо, я тебе по-другому расскажу. Ты не можешь ответить, нам что-то ожидать. Ну, то есть, вот. И, ребята, нам ждать время-то на проекте. Ну, и потому что я понимаю, что у меня это уже случилось. Смотри, я тебе скажу так, что я очень вчера... Испертозоид может там как бы закрутиться, завертеться? Я его в тот день отправила, знаешь, ехать, чтобы он решал эту теперь проблему в аптеку. Смотри, я тебе скажу так, почему, Люф, я вообще это вынесла? И действительно, я как бы это держала себе, я думаю, не хотела это рассказывать, ничего. Но когда сидят, мне, значит, люди... И сидит, подожди, и сидит сам Макс, и вот это все поддерживает. Да чего ты его заколупала? Да пусть он где хочет, там и работает. Да чего тебе какая-то, сиди и кайфуй, чего ты до него довязалась, чего ты это? И я, знаешь, такая, сижу, дорогие мои, вот, сидеть такие, как Тигран, значит, да, который мне совет вчера я тебе надавал, и Максим этот сидит, слушает, и поддерживает все, и говорит, да-да-да-да, и я такой, да идите вы в жопу. Человек вот так вот себя ведет, вот так вот может, а я должна просто кайфовать. У меня мало ли чего может произойти, я хочу быть уверена, что мой мужчина зарабатывает, что я иду с ним дальше по жизни, что он действительно серьезный, а то вот так, знаешь, молодцы такие мужики, дело сделали, гуляй смело, так не получится. Вот если он готов к такой жизни, тогда пусть готов будет и зарабатывать, и находить работу, и думать, и брать ответственность. Я вот тогда буду вот так с ним, поэтому... Не надо, да. Конечно, не, ну это, знаешь, еще так легко все ко всему относиться, а мы девушки должны, ой, не зарабатывай-то, ладно, ну не пойдет на работу, и ладно, ну живет и живет, ну главное, что уже ко мне хорошо относятся, и этого достаточно, недостаточно мне этого, мне будет достаточно, когда я буду уверена, что тогда мой мужчина берет ответственность за все моменты и понимает, что какая бы ситуация дальше сейчас не произошла, и мало ли бы как что не получилось, что он может обеспечить меня и ребенка, понимаешь? А когда, значит, такие молодцы, ночью мы все хотим хорошо времечко проводить, а днем мы вообще не хотим о серьезных вещах говорить, поэтому... И не только хорошо вечером проводить время, а еще как бы, знаешь, еще как бы очень хорошо время проводить. Очень. Да, ну скажите, что сюда это делать? Не знаю. Это что такое? Это что такое? Как же женщина безответственность такая? А если ты туда делаешь, то должен понимать, что от этого как бы дети не обогревают. Вот именно. И про этот момент мы и говорили. И как раз таки, я говорю, смотри, ну как бы, неспроста же я так это об этом сейчас начинаю говорить, потому что действительно, значит, возможно, какая-то серьезность. Раз ты такие вещи делаешь, значит, давай по-серьезному на жизнь смотреть. А то сидят, кайфуй, кайфуй, без этого в жопу кайфовать, блин. А, ну я откуда знаю, ну месяца точно не прошел, может быть, две, две с половиной, не знаю, короче. Ну тест, тест не нужно заказывать? Нет, тест не нужно заказывать, я не хочу никакие тесты делать, потому что я считаю, что все нормально, потому что мы только в этот момент решили быстро, я думаю. Вот так, не эфирно. Ну не эфирно, ну нормально все. Я сразу его, ну как бы сейчас не эфирно, я скажу просто, я его сразу отправила в аптеку, правда. Сказала, езжай в аптеку теперь. Смотри, ну как ни странно, для меня на самом деле это рекорд, что действительно, несмотря на те ситуации, я не кричу о расставании. Как бы, окей, давай попробуем, хорошо, давай по-другому. Потому что я все-таки верю в него и надеюсь, что действительно его можно поменять. То, что он пока что не может выражать мысли, я надеюсь, что этот момент научится делать. Это то, что в коллективе. И как бы, когда мы наедине с ним находимся, он как бы со мной нормально разговаривает, ну как бы, я его понимаю. Но когда в коллективе вот это у него начинается упал мнение, либо он боится мне что-то такое сказать, чтобы я на него не разозлилась, не обиделась. Ну, какие-то такие моменты. Ему нужно это просто улучшиться. И тогда, я думаю, что моменты мы другие будем дальше решить. Вот, поэтому я не отставалась с ним. Приезжай, да? Приезжай на поля, а потом не приехай. И в коллективе не будет, наверное, не будет выступать в воздухе за ним. На конец. Я могу. Ему надо вызов, плюс ему надо вызов. После такого, конечно. Да, или с тобой, я тебе сказал по-другому. Да, что вот вообще в жизни, в жизни. Мужчина, мужчина уходит на 5-10 лет раньше нашей жизни, а мозгин уйдет на 30 лет раньше. Не хочется неизвестно объяться, потому что ахакары отвернулись, и без камеры вообще. Давай. А, Илюх, а что вы делаете там? Я сейчас не инфигирно. Да ничего, вообще как бы тишина, ничего, поляна. Это очень как бы. Да? Это как бы. А ты через сколько будешь туда? С кладом. С кладом, после лобного. А, ну давай, все, увидимся тогда. Давай.